Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 10 утра батареи прогрелись в пяти с половиной тысячах зданий. Сегодня по плану подключат еще 13 котельных. Темпы подачи тепла в этом году в несколько раз выше прошлогодних показателей. Социальная сфера подключена практически на 100%. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил уделить детским садам и школам, где еще нет отопления. По школам и детским садам сегодня вечером будем говорить уже точечно. Понимание картины все котельные пойдут, которые включены. Каждый детский садик и каждая школа, они так, как он вчера говорит, у меня 37 школ не включено. Начали разбираться, насчитали 23. Начали дальше разбираться, 11 отлетело. Вот так идет искаженная информация. Пансионат для ветеранов войны и труда открылся в Хворостянском районе. Сейчас там проживают 26 ветеранов. Рассчитан он на 78 мест. С новосельем постояльцев поздравил в Рио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Комфортно ли живется ветеранам, увидел наш корреспондент. Этого события постояльцы областного пансионата для ветеранов войны и труда ждали 14 лет. Именно столько строился новый корпус. Пансионат работает уже неделю. Сюда переехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в аварийном здании. Очень огромная благодарность. Потому что в сравнении с прошлым пансионатом, даже никакого сравнения. И обслуживает, и все, все. Четыре раза в день только. Всего пансионат рассчитан на 78 мест. Здесь за постояльцами круглосуточно наблюдают медики. Работает зал лечебной физкультуры, библиотека и физиотерапевтический кабинет. У меня сейчас отдельный кабинет, где я могу также принимать ходячих больных. Не все хотят поделиться в комнате с проживающими вместе. Хотят и отдельно поговорить с врачом. Поздравить с новосельем ветеранов приехал в Рио губернатора Дмитрий Азаров. Ветеранам в подарок цветы, руководству учреждения, сертификаты на приобретение снегоуборочной техники и автомобиля «Газель». Эти люди восстановили страну после войны, защитили ее от захватчика. И, конечно же, благодаря им мы сегодня имеем достойную жизнь, сегодня имеем мощную промышленность. И наш долг, и святая обязанность создавать все условия, чтобы они сегодня чувствовали себя комфортно. Также в пансионате побывали главы восьми муниципалитетов, чтобы перенять положительный опыт и повысить уровень социальной поддержки. В ближайшие месяцы в учреждении ждут приезда новых постояльцев, ветеранов и инвалидов, кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу. Прежде всего в пансионат заселятся жители юга губернии. Лариса Шлафаст, События. Выехать за границу теперь можно с долгами в 30 тысяч рублей. С октября вступили в силу изменения в федеральный закон. Если раньше невыездными можно было стать при задолженности в 10 тысяч рублей, то теперь этот порог увеличен в три раза. Правда, не по всем пунктам. Кто не платит алименты и не торопится возмещать моральный или материальный ущерб, правила остались прежними. Остаться на родине, отправляясь в путешествие, рискуют и те, кто не заплатил по счетам в течение двух месяцев. В этом случае для них тоже закроют границу при долгах свыше 10 тысяч рублей. Если по истечении двух месяцев должник не оплачивает задолженность, то в отношении него судебным приставным исполнителям применяется ограничение права выезда, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Данная мера направлена на мотивацию должников к скорейшей оплате задолженности, о наличии которых они могут узнать на нашем сайте. Светлые умы и головы в Самаре на базе технического университета стартовала восьмая международная конференция «Электроэнергетика глазами молодежи». Более 300 молодых специалистов, энергокомпаний, студентов, аспирантов и научных сотрудников из 26 российских и зарубежных вузов представят свои доклады и разработки в тематических секциях «Технологическое оборудование, электростанции, их обслуживание и защита энергосистем». А еще конференция – это общение студентов с потенциальными работодателями. Будущие специалисты обсудят вопросы прохождения практики и возможного трудоустройства. За круглым столом вузы обменяются опытом подготовки нового поколения энергетиков. По итогам конференции лучшие доклады опубликуют в научно-технических изданиях. Наша область – высокоразвитый промышленный регион, и электроэнергетика – это очень важная составляющая нашего региона. Поэтому обмен опытом с другими регионами, получение каких-то новых знаний – это очень важно и нужно. И я думаю, это даже интересно и нужно тем компаниям крупным, которые находятся в регионе, чтобы привлекать новых специалистов. Именно высококвалифицированных специалистов. Далее коротко о других событиях дня. По факту гибели семьи с семилетним ребенком в Самаре ведется прокурорская проверка. 1 октября около 16 часов в квартире на улице Ставропольска были обнаружены мертвыми три человека – мужчина, женщина и мальчик. Основная версия произошедшего – несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний сын отравились угарным газом от газовой колонки. Бывшему директору гимназии номер один Любови Картамышевой продлили срок ареста. Еще на месяц, до 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского райсуда. Напомним, женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июне 17-го года во время двух встреч она получила сумму 600 тысяч рублей. От ранее оговоренной общей суммы – 800 тысяч. За зачисление двух детей в 4-й класс. 2 августа директор по версии обвинения получила оставшуюся часть взятки 200 тысяч, после чего ее задержали полицейские. Заводское шоссе в Самаре отремонтируют с помощью резиновых плит. Предполагается, что таким образом автомобилисты смогут проезжать железнодорожные пути без ущерба для машин. На данный момент подрядчик выполнил больше половины ремонта улицы. На монтаж резиновых плит потребуется около 10 дней. У Самары-арены появятся биотуалеты и велодорожки. На второй этап благоустройства стадиона потратят почти миллиард рублей. Как сообщают в региональном Минстрое, на земле непосредственно прилегающие к стадиону будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. Синоптики прогнозируют потепление. Ночью еще возможна морозная погода до минус 4 градусов, но днем ожидается повышение температуры. В среду 4 октября до 10 градусов, в четверг 5 октября до 13. В течение рабочей недели погодой на Средней Волге будет править антициклон, смещающийся с районов Русского Севера на юг Урала. Холодный северо-восточный ветер сменится юго-западным, южным и в наш регион начнет поступать долгожданное тепло. Погода ожидается преимущественно сухой, лишь в пятницу прохождение фронтального раздела вызовет в отдельных районах кратковременные дожди и усиление ветра. 70-летний юбилей отмечает заслуженный артист России, народный артист Самарской области, актер театра «Самарт» Юрий Долгих. В Самарском тюзе с 1978 года сыграл более 200 ролей. Зрители с интересом наблюдали за его Томом Сойером, Маугли, Драконом и Королем, Папой Карло и Полони. Сейчас Юрий Долгих – актер и режиссер. Его спектакли «Мурлин Мурло», записки русского путешественника «Валентин и Валентина». Юрий Долгих еще и талантливый преподаватель. На кафедре театральной режиссуры, тогда еще Самарского государственного университета искусств и культуры, он начал преподавать еще в 1984 году. Сейчас Юрий Иванович ведет актерский курс его выпускники «Половина труппы Самарта». Богемная городская жизнь. В одном из ресторанов Самара теперь можно за один вечер посетить почти весь мир – от Англии до Японии. И испытать культурный шок. С латиноамериканской вечеринки вернулась Алина Чемерис. Своих гостей Богема встречает угощениями. На столах напитки, фрукты, легкие закуски. Сегодня в ресторане вечер латинской музыки. Пока артисты группы «Габана Москва» готовятся к выступлению, публику развлекают фокусники. Когда гости рассаживаются по местам, музыканты выходят на сцену. Я очень рада, что мы сегодня здесь. Мы давно знаем коллектив, который это все здесь сегодня устраивает. И я лично очень рада, что сегодня мы проведем этот вечер здесь. Сегодня, говорят организаторы, своего рода знакомство с Богемой. Все шесть залов в распоряжении гостей. Четыре из них тематические, стилизованные под Марокко, Англию, Италию и Японию. Основной профиль ресторана – банкеты. На свадебные торжества здесь предоставляют украшения для залов, подбирают ведущих. Банкеты мы можем сделать от 1000 рублей на человека. У нас можно принести свой алкоголь, фрукты, торт. Идем на встречу. Решаем любые вопросы с гостями. Идем на встречу, очень много делаем скидок. Это все при встречах, при составлении меню. Учитываем пожелания, делаем какие-то дополнительные блюда, которые они сами хотят, которых нет в меню. Это тоже мы на это идем. Сегодня главное блюдо – латиноамериканские хиты. На десерт – всеми любимые композиции отечественной эстрады. Музыкальный вечер в Богеме проводят впервые. Гостям такое начинание пришлось по душе. С каждой песней на танцполе все жарче. Когда ты уже на эмоциональной волне, там уже тебя нет. Нет. То есть мы в этой атмосфере должны раствориться. Обоюдное движение на встречу. Мы что-то говорим, нам какая-то эмоция идет в ответ. Мы, основываясь на этой эмоции, дальше постараемся завязать такой диалог. Интересный, веселый концерт. Достаточно много гостей сегодня собралось в ресторане Богема. Ну, надеемся на хорошее настроение, хорошее ощущение, которое мы получим сегодня от этого праздника. Концерты для Богемной публики руководство ресторана планирует сделать доброй традицией. Уже 27 октября в заведении выступит группа «Краски». Выступления музыкантов ожидаются и в декабре, а также в новогоднюю ночь. Алина Чемерис, Константин Головин. События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. В 88 остановок по прямой. Новый павильон устанавливают в преддверии футбольного чемпионата. Гражданской обороне 85. Парад военной техники прошел в спасательном центре МЧС. Дома начали с разгрома. Баскетбольная Самара уверенно обыграла москвичей в Суперлиге. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова